Так, видео продолжение к видео от 18 марта 2012 года. Будет видео, текущее только на поправку компаса, и потом еще будет видео на определение места по заходу верхнего края солнца и радарной дистанции. Сейчас повторюсь, только видео для поправки компаса. Так, ну вот эти данные, перемен, другой листик. Это видео для кого? Это видео для первых, вторых, третьих курсов, которые еще не проходили астрономию, но которым бы на практике хотелось бы повычислять что-нибудь астрономическое, потренироваться. И для этого совершенно не нужно узнать астрономию, что можно немножко так по-попугайному вычислять. Из астрономии нам понадобится здесь только фактически одна такая штукенция под названием склонение. Даже совершенно не обязательно знать, что это такое склонение. просто посмотреть это видео, надеюсь, дойдет. Как бы что, можно просто знать, что это координата такая небесная. Небесная координата любого светила, да? Вот одна из небесных координат светил склонения. Итак, наши данные. Что у нас было? Была у нас дата, 18 марта 2012 года. Было судовое время, 19.24. 19.24 минуты 00 секунд. Перевели его в гримическое время. 18.24 минуты 00 секунд. Почему в гримическое? Потому что в альманахе вот такой альманах, такой либо другой у нас все по гримичу идет. Далее. Координаты у нас были сняты из GPS-ки. Координаты можно использовать любые. То есть, если есть счастливые, значит счастливые. Если какая-то обсервация, значит, чем точнее, тем лучше, да? В данном случае мы вместо счастливых взяли вот GPS-овские, потом для проверки, когда уже будем делать видео об определении места. Был у нас герокомпасный пеллинг, вот такой вот. Герокомпасный курс был вот такой. Путевой угол был вот такой. Магнитно-компасный курс был вот такой. Был у нас заход видимого края, видимого верхнего края солнца. Это данные для определения места, нам не нужны. Итак. Что нам нужно сделать? Нам нужно определить истинный пеллинг, т.е. азимут, видимого захода видимого верхнего края солнца. Такой легкий способ, который особых вычислений не требует. И осуществляется он вот по такой табличке. Азимут видимого захода верхнего края солнца. Есть для разноимённых широты и склонения, есть для одноимённых. У нас в данном случае разноимённые. Т.е. видим, что у нас есть колонка для широт и склонения. Два аргумента в таблице. Что мы первым делом делаем? Первым делом на ближайший, меньший час, т.е. у нас было 182400, 0,00 секунд, это не обязательно, что 0,0. Это у нас просто так получилось. Это мы конкретно с хронометра сняли, да? Вместо которого используют обычные электронные часики, которые ходят не хуже любого морского хронометра. Даже если у нас получилось бы 18 часов 59 минут 59 секунд, мы бы всё равно из альманаха выбрали бы склонение, такая небесная координатка, на ближайший, меньший час. Как это в альманахе выглядит. Вот у нас альманах. Вот у нас ежедневные таблицы. Вот нашли март 18-й, да? Это вот для 16-го, для 17-го, и вот для 18-го. Вот 18-е. И выбрали. Опачки. Но так как там мелко, я всё переписал на листик. Получилось, что на 18 часов склонение у нас 0 градусов, 34,8, южное. И далее выбрали такую буквочку D. Не надо задевать даже мозг, что такое D. Просто вот её выбрали снизу, вот здесь. То есть это сейчас видео, я повторюсь, первый, второй, третий курс. Делаем просто по-попугайному. Делай раз, делай два. Далее. Следующий шаг. Опять же, из альманаха. Из альманаха. Там есть такие таблички. Increments and corrections. Открываем. Сейчас, секундочку. Оп, переложу немножечко. Опачки. Вот. Increments and corrections. В этих табличках у нас на каждую минуту и секунду есть поправочки. Открываем листик для 24-х минут. Здесь 24, 25, 26, 27. К сожалению, мой фотик, что-то вот резкость у него не всегда хорошо играет. Вот вроде так видно, да? Окей. Нашли листик. Листик нашли для 24-х минут. Дальше. Помню, у нас такая буквочка D была, равно 1,0. По вот этой буквочке, которая равно 1,0, находим так называемую D-correction. То есть, вот у нас есть такие таблички V и D-correction, да? И здесь буквочка D у нас идёт в левой колонке, а сама поправка идёт в правой колонке. Ищем нашу единичку. Вот наша единичка. D, да? Ай-яй-яй, нехорошая резкость. И по этой единичке нашли нашу 0,4. Вот она. Сама D-correction 0,4. Ещё раз. D-единичка, находим D-correction 0,4. Дальше. Дальше находим знак для D-correction. Для этого снова открываем ежедневные таблички. Вот у нас колонка склонений. И смотрим, что с этими склонениями делается. Вот я здесь выписал. Итак, на 18 часов у нас было вот такое склонение, на 19 вот такое, на 20 такое. Уменьшается, да? Видим, что уменьшается. Северное оно или южное здесь не имеет значения. В итоге получили D-correction минус 0,4. Окей. Далее. Вычисляем непосредственно склонение. То есть на 18 часов 2-4 минуты, 0,0 секунд, у нас получилось. То есть 0,0348 минус 0,4. 0 градусов, 34. 0,4 и 0,4 южное. Окей. И следующий пункт. Итак, у нас есть данные для входа в таблицу. Которые у нас называются азимуты видимоого восхода и захода верхнего края Солнца. То есть какие-то данные. Это склонения. И широта. Окей. Что у нас есть в таблице? Опять же, здесь весьма все это дело мелко нарисовано, да? Поэтому я перенес то, что вот здесь у нас в колонках значится, вот в такую табличку. Итак. Со стороны широт у нас есть цельные широты. И вот идут там 35, 36, 37, 38 и так далее. То есть мы взяли 36 и 37. Между ними наша широта. И склонения. Там идет 0. Градусов. Потом 0 градусов 30 секунд. Потом 1 градус. У нас вот между 0,30 и 1,00, да? Наше значение склонения. И потом просто тупая интерполяция. Здесь даже в большинстве случаев никакой интерполяции не надо делать. То есть что у нас? 89, 89, соответственно 89, да? И здесь 95, 95. И только здесь надо будет сделать интерполяцию. В итоге у нас что получилось? В итоге у нас получилось, что азимулт здесь получается по этой табличке полукруговой. То есть 90, да? Ровно получилось. Переводим круговой. Получился 270, 0. Немножко в этой интерполяции. Как у нас тут что получается? То есть у нас вот 95 минус 89,9 получается 0,6. То есть разница между вот этими 0,6 градуса, да? Отсюда, так как мы видим, что в минутах это что у нас получается? 0,6 это 30 минут, да? Соответственно встроим пропорцию. То есть у нас есть данные вот это, вот это, вот это, да? То есть 0,1 умножить на 30 и разделить на 0,6. Получили, что 1,1 градуса это у нас 5 минут, да? Что за тридцатка? Это 1 градус склонения минус 0,3 секунд. Далее. И вот просто для, так визуально, да? Что у нас получилось? 89,9 это 0,030. Сейчас вот так поставлюсь вместе. Потом 90,0 это 0,035. То есть то, что нам надо, потому что наше значение 0,034, самое близкое, да? И дальше понеслась. Вот таким образом получили мы 90,0. Ну, это так, чувство к слову. Думаю, все умеют интерполировать. Окей. Все, получили мы наш 270,0. Далее будет видео, как все это внести в журнал поправок компаса. До новых встреч! Продолжение следует...